И снова вам здравствуйте! Сегодня решил рассказать про один очень важный и коварный микронутриент под названием фитиновая кислота. Фитиновая кислота может помочь вам вылечить разные виды рака. Либо вынести из вашего организма важные витамины, макро, микроэлементы и нарушить обмен веществ и работу иммунной системы. Вот такая она коварная и предсказуемая фитиновая кислота, которой важно правильно управлять. Поэтому сегодня решил вспомнить, что я когда-то 6 лет работал в должности ассистента на кафере фитотерапии с курсом фармакогнозии Киевского медицинского института, где вначале из доктора делали фармакологи, два прекрасных фармакогноста, фармаколога делали из меня фармаколога, а потом я этими знаниями делился со студентами. А сегодня решил поделиться и с вами. Поэтому смотрите это видео дальше, думаю, что много полезной информации вы получите. Итак, в каких продуктах питания находится фитиновая кислота? Фитиновая кислота находится исключительно в продуктах питания растительного происхождения. Но, если вы стопроцентный мясоед, не уходите с этого видео, потому что если вы захотите переместиться несколько ближе к экватору, то растительные продукты вы употреблять будете, и это видео вновь станет вам полезным. Ну, для всех остальных, понятно, видео полезно. Особенно для тех, кто практикует сыроедение, жесткое вегетарианство, когда достаточно много растительных продуктов с содержанием фитиновой кислоты может быть в вашем организме. А это не всегда хорошо. Зачем нужна фитиновая кислота растения? Она находится, кстати, не во всех растительных продуктах в достаточном количестве. В основном, это те части растений, которые способны к размножению. Иными словами, семена, орехи, бобовые. Здесь находится фитиновая кислота в большем количестве. Зачем она нужна растениям? Ну, первично, когда растения попадают в благоприятные условия, она обеспечивает бурный рост этого растения. То есть, это прекрасное, энергоемкое соединение. А вот для того, чтобы дожить до этого состояния, фитиновая кислота показывает и обратную сторону медали. Когда ее пытается съесть кто-нибудь из живых существ, неважно, это человек или какое-то животное, фитиновая кислота выполняет ту самую вредную функцию. Она не дает усваиваться кальцию, магнию. И животное становится достаточно агрессивным, раздражительным. Это хорошо, конечно, в системе выживания, но не в социуме. У животных это срабатывает, они дольше живут. Такое травоядное или жвачное животное не догонит хищник. Ну, а хищник, если он полакомится таким растением, он, конечно, легче будет охотиться. В социуме этот момент несколько, скажем так, не всегда нужен. Также теряется цинк, а это работа иммунной системы. Это осложнение и мутации вирусов и превращение их в более вредные. И вы этому свидетели в последнее время. Недостаток цинка приводит к тому, что идут мутации вируса и появляются не самые хорошие подвиды. Также, что из элементов очень любит фитиновая кислота, она любит очень железо. И может привести даже к анемии, если в рационе этого человека достаточно много продуктов, которые он не знал, как обработать правильно. Об этом будет дальше в этом видео. Вы узнаете, как те продукты, которые находятся у вас на кухне, что с ними делать, чтобы фитиновая кислота не выносила вот эти важные микроэлементы. Она еще объединяет организм витаминами группы В. Это тоже важный элемент. Сахарный диабет развивается очень часто, да и другие проблемы. Энергетика страдает, обмен веще страдает. Но, как с ней справиться, как ее правильно использовать, вы узнаете дальше в этом видео. Что же происходит в растениях? Как попытаться все-таки от нее избавиться или правильно ее использовать? Ну, я уже подсказал. Многие уже знают. Возможно, вы уже написали в комментариях. Я услышал, это было несколько минут назад. Она используется при прорастании семян, орехов, злаковых, бобовых. Иными словами, самый простой, казалось бы, способ и самый эффективный способ избавиться от фитиновой кислоты, чтобы она не выносила из вашего организма витамины, микроэлементы, это дать прорасти семенам, орехам, бобовым. Но! Здесь очень важна технология проращивания. Понятно, что этим частям растений нужна влага, нужно тепло, ну и нужно немножко света в перспективе, чтобы растение выросло дальше. Но! Условия размножения бактерий, которые могут находиться в этих же условиях, оно аналогично. И нужно прорастающие семена, орехи, бобовые, их нужно периодически промывать, удалять слизь, которая находится на поверхности. Это те самые бактерии, которые могут быть не самыми простыми, и своими экзотоксинами могут нарушить вашу жизнедеятельность. Поэтому, конечно, проращивать можно. Но! Я не советую вам именно таким способом избавляться от фитиновой кислоты. Все-таки он достаточно непредсказуем. Можно отравиться. И, к сожалению, в случае, или к вашему счастью, раз вы слушаете это видео, значит, это к вам не относится. Но в случае массового отравления проростками известный. Вы можете порыться в интернете и найдете этому подтверждение. Поэтому я бы не советовал таким способом избавляться от фитиновой кислоты. Есть более простой способ. Он меньше по времени, но примерно то же самое. Иными словами, вы можете избавиться от фитиновой кислоты, если крупы злаковые поместили в водную среду всего на несколько часов. Крахмал, впитывая влагу, будет рвать клетки. И фактически фитиновая кислота при этом тоже будет частично разрушаться. И вы количество ее в этих продуктах уменьшите. Понятно, если вы будете кушать в сыром виде, усвоение будет замедлено, потому что в этих продуктах находится достаточно большое количество белка. А белок, даже в спящем состоянии, имеет четвертичную структуру, которую разрушает либо фермент лизоцин, которого у человека достаточно мало, у животных много, поэтому они могут и едят сырую растительную пищу. А вот человек, ну только если хорошая генетика, если в роду было достаточно много подобных систем питания, то скорее всего лизоцима больше и переварится лучше. Если вы первые в своем роду занимаетесь сыроедением, то скорее всего вряд ли такая система питания на протяжении года принесет вам достаточно много пользы, потому что полноценно разрушить фитиновую кислоту у вас не получится. А соответственно получить кальций, магний, цинк, железо и другие микроэлементы из продуктов питания, вам будет затруднительная фитиновая кислота. Их очень любит. И вам их не отдаст. Но, если вы крупы из лаковые замачиваете на 6-8 часов, я очень часто своим клиентам, которые приходят с нарушенной системой пищеварения, такой совет даю. Залейте крупу водой, дайте воде впитаться в крупу, крахмал рвет клетки, лучше усваивается, лучше разваривается таковой продукт, лучше усваивается, меньше кормите бактерий в кишечнике. То есть КПД вашего питания увеличивается. Вы потратили деньги на крупу, но при этом покушали сами в одиночестве и не накормили патогенных бактерий в кишечнике. Это имеет смысл, имеет свою экономику, поэтому используйте этот совет с пользой для своего здоровья. И одновременно вы избавитесь и от фитиновой кислоты. Но в этом совете вы уже услышали и третий совет, как избавиться или как уменьшить содержание фитиновой кислоты в продукте. Это термическая обработка. Иными словами, то, что неф относится к крупам и злаковым, время нейтрализации фитиновой кислоты в этих продуктах от 3 до 8-9 часов, то есть я когда советую, замачивайте на ночь. Неважно, вам не нужно считать, что в одной крупе фитиновая киста разрушается быстрее, в другой медленнее. За ночь разрушится все, крахмал впитает воду, вы утром добавили нужное количество воды и довели до готовности, разрушив белок, дав ему превратиться в третичную структуру, которую прекрасно крошат пепсины желудочного сока, дальше трепсины поджелудочной железы и химотрепсины кишечника разрушают белок на аминокислоты. И пожалуйста, пользуйтесь этой пищей для своего здоровья, для своей иммунной системы, на любые потребности, которые вам нужны. Поэтому самый простой способ избавиться от фитиновой кислоты, уменьшить ее количество, это термическая обработка. Адекватная термическая обработка. Вы приготовили продукт питания и избавились от фитиновой кислоты практически полностью. Соответственно, все полезные вещества вы получили тоже в полном объеме. Если у вас есть какие-то дополнения к той информации, которую я дал, вы можете разместить их в комментариях под этим видео. По мере наличия свободного времени буду давать свои комментарии, свои ответы. Ну, а если вы считаете, что это видео принесло вам определенную пользу, то лайк можете спокойно ставить, можете сделать репост, возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников. Еще не все знают про фитиновую кислоту, про этого очень коварного зверя, который очень легко и просто может нарушить работу организма. А как бороться с онкологией с помощью фитиновой кислоты? Конечно, нужно ее доставить. Понимаете ее патогенные свойства, когда она просто проходит по кишечнику? Напомню, что кишечник – это не внутренняя среда организма человека, это наружная среда. Она сообщается с окружающей средой, ну, не так просто, но сообщается с двух сторон. Поэтому в данном случае фитиновая киста, находясь на поверхности организма, способна навредить, обеднив рацион многими витаминами, микроэлементами. А вот если она попадет в клетку, здесь будет беда. Конечно, по лечению злокачественных опухолей, связанных с пищеварительной системой, фитиновая киста имеет значение. Но тут нужно уже играться, смотреть плюсы и минусы этого процесса и, возможно, заменить ее какими-то более сильно действующими лекарственными растениями. Например, отваром коры дуба. Он тоже обладает похожими свойствами, тоже способен нарушить жизнедеятельность опухолей, находящихся в пищеварительной системе. И выполняет примерно те же функции. Можно концентрацию сделать больше, управлять проще. А можно использовать другие растения. Но если мы говорим о лечении злокачественных опухолей в других локализации, вот здесь вопрос средства доставки. Питиновая киста из кишечника никуда не девается. Слава Богу, транспорта в организм нет. Потому что иначе была бы совсем беда с обменом веществ, если бы такой зверь, такая коварная кислота оказалась во внутренней среде организма. Слава Богу, этого нет. Но если найдут средства доставки в другие злокачественные опухоли, я думаю, что лечение этих не самых простых заболеваний тоже произойдет легко.